приветствую вас друзья с вами Варчик в этом видео поговорим с вами про патч 1.22 и уже известно все что в нем будет скоро будет общий тест но в начале три победителя по 500 золота из прошлого видоса под этим видео тоже оставляйте комментарии в конце никнейм если вы играете из Рубай региона вы можете принять участие в розыгрыше золота 5 августа один из победителей а именно Леха МСК написал неправильно свой никнейм в каком-то символе он ошибся или написал его как-то не так какой именно символ и на какой менять я не знаю угадывать я не буду если этот человек не исправит свой никнейм не напишет как правильно то придется отправлять на выдачу наград без него обидно когда не выигрываешь а еще обиднее когда выигрываешь и не получаешь свою награду но если вы пишете неправильно никнеймы куда я их отправлять должен в описании добавлю ссылку которая под стримами есть а под видосами нету ссылка на онлайн таблицу где слева внизу можно выбирать страницы на первой странице танки которые зрители за деньги выкупают я их катаю на стриме а на второй странице записаны все победители золота текущего месяца и там я обычно обновляю эту табличку если где-то там какие-то ошибки в никах или еще что-то я там указывает но еще пару слов понимаю что затянулся вступлением по поводу фонового реплея во-первых чтобы у меня так на леопарде летела как у данного молодого киберспортсмена летит на батчате а второе не люблю игроков которые выталкивают союзников даже если союзник делает что-то не то что ты задумал не факт что ты прав в том что он должен это делать это первое а второе даже если он не делает и ты его вытолкнешь он умрет в бою от этого пользы никакой нет даже если он максимально бездарно играет в конце может быть какую-то пользу он и принесет от того что он слился точно пользы ноль если вас вытолкнули в бою можно отправлять в центр поддержки реплеи их будут наказывать конечно там наказание не сильно жесткие на мой взгляд таких челиков надо очень жестко наказывать чтобы они понимали что когда играешь как свинья и ведешься как свинья то тебя наказывают в игре но у нас все чувствуют себя безнаказанно потому что наказание их практически нет они слабенькие поэтому многие ведут себя плохо ну и переходим уже наконец-то таки к патчу 1.22 что нас ждет в этом замечательном патче игровой режим полигон вот это я вообще не понимаю но давайте разбираться новый кооперативный пве режим в мире танков где команды игроков сражаются с боевыми машинами под управлением а и ботами обычно в играх пишут и и искусственный интеллект но у нас а и это тоже так обозначается искусственный интеллект как оказалось но мне кажется это не искусственный интеллект это а и это алкаш интеллект пьяные боты подстраиваются под игроков которые будут вообще играть с ботами на десятках зачем но на десятках она тестируется на каком она в итоге будет уровне непонятно сразу что хочу сказать что а зачем вообще играть с ботами вы видели ботов в этой игре они максимально глупые тупые против них неинтересно играть сколько лет они делали режимы мирные 13 остальные режимы там какие-то исторические где боты были чтобы боты были хоть чуть-чуть интересные все равно они тупые и неинтересные для игрового режима будут созданы новый тип балансировщика и особые правила экономики а нельзя вообще игрой заниматься они всем чему попало чем угодно но не игрой а можно настоящий нормальный балансировщик исправлять они делать еще один для какой-то фигни вы не заметили у вас основной балансировщик в рандоме ну ему плохо давно уже я вообще не понимаю зачем этим занимаются я вообще не хочу в онлайн игре играть с ботами и там в основной новости про этот режим написано что даже у сильных игроков возникают серии неудачных боев поэтому типа его чего не с ботами будет отдыхать да может игру надо лучше сделать чтобы людям не приходилось от нее где-то там отдыхать это полная ересь и зачем еще делить свой онлайн если балансировщику даже этого онлайна мало чтобы бои нормально собирать еще надо сделать те какой-то там режим чтобы люди разделились еще больше и балансировщику еще из меньшего количества нужно было собирать бои что-то мне кажется это куда-то путь не туда следующее что будет в патче 1.22 новая ветка британских колесных танков ветка включает себя 7 танков в отличие от французских колесных легких танков в британских машинах используется другая механика управления колесной техники они способны совершать так называемый танковый разворот то есть поворачиваться вокруг своей оси на месте как и многие другие машины на гусеничном ходу короче это получается колесники с управлением гусениц но я честно говоря не люблю колесное управление она максимально неприятное надеюсь это управление будет получше тренировочные комнаты изменения экономики теперь не придется тратиться на снаряды снаряжение и инструкции и стоимость будет отключена в тренировочных комнатах не прошло 13 лет боевой пропуск ход конем следующий сезон боевого пропуска будет тематический в этот раз разработчики решили отойти от боевых приключений на другом конце света вместо этого поместили танки и наши герои на гипотетически мирную выставку достижений науки и техники проходящую в новосибирске на рубеже пятидесятых шестидесятых это время романтизма и футуризма планов о светлом будущем и всеобщем труде на благо человечества поэтому танки выглядят как настоящие экспонаты с иголочки над районы до блеска готовые к новым мирным свершением главными танками этого боевого пропуска будут батчат vz 132 1 и к 91 в соц сетях показывали кусочки этих стилей там прям космические звездолеты с какими-то двигающимися частями танка пока на общем плане я не видел как они выглядят посмотрим но то что к ним подготовили прям какие-то уникальные стили это уже точно следующее что будет патч 1.22 это натиск новый сезон это тот самый режим где люди 7 на 7 сгорают дотла играя на десятках в команде с подпивковичами пытаясь в игровой связи объяснить сквозь донышко бутылки свою гениальную тактику какие будут изменения в новом сезоне натиска новый список карт для сражений обновленная прогрессия очков рейтинга она станет более плавной и позволит игрокам быстрее достигнуть подходящего им рана мне подходит последний ранг можно мне отсыпать немного введение квалификации завершив ее игроки смогут сразу попасть в подходящий им ранг и быстрее включаться в бои с равными по навыку соперниками пересмотр рангов депутант будет исключен количество дивизионов в рангах железо бронза серебро и золото будет увеличено таким образом в игровом режиме останется 6 рана в 22 дивизиона и какая разница в одном месте уменьшили в другом добавили невероятные перестановки ролевые навыки точки интереса и модификаторы боя список уникальных на рад прогрессионный 2d стиль разработчики видят что это популярные вещи их решили оставить ребалансные правки на картах версии 122 следующие карты ожидают ребалансные изменения перевал студянки устричный залив мураванка стандартный бой мураванка встречный бой энск ласвиль утес уэсвилд рыбацкая бухта лайв кокс линия зигфрида я надеюсь вы на слух понимаете что это за карты вам не нужно на каждую карту картинку добавлять а то есть люди которые без картинки вообще не понимают что как называется возможно мы еще будем отдельно говорить в каком-то видео про эти изменения на картах я расскажу где что хорошо сделано где плохо где дисбаланс на дисбалансировано сейчас на этом застряться не будем изменения параметров техники и новые танки на супер тесте здесь легендарные нерфы главных наград за лбз за глобальную карту также нерв некоторых десяток сильных ап и прим танков ап и акционных танков и коллекционных мы это все уже рассматривали в одном из прошлых видео на день танкиста будет включен особенный ангар это что нас дальше ждет в патче 1.22 потом еще танковая академия но спустя 13 лет пора бы и в академию изменится условие в существующей цепочке задач это сделает ее более комфортной для прохождения учебный полигон в одном из общих тестов обновления вас ждет обновленный учебный полигон цепочку задач заменят новые короткие миссии в рамках версии 1.22 планируется выпускать две новые обучающие миссии которые игрок его а и союзник будут проходить на танках для 3485 опять и тут алкаш интеллект добрался вот такой нас ждет патч 1.22 почему-то мне кажется что это еще не все что туда добавят есть еще некоторые вещи которые не сказали и я не понимаю почему нельзя доработать балансировщик который в рандоме у нас уже давно хромает болеет зачем-то нам делать какой-то депилоидный режим с ботами кто его просил вообще люди просят игру улучшить они нам на лошади покатать хотят о чем думают разработчики явно беспокоиться про игроков как же им там в рандом чеки живется также меня еще попросили напомнить вам что приближается к завершению турнир легендарный охотник а это знать что приближается финал призовой фонд уже перевалил за 13 миллионов рублей за первое место на рада 5 миллионов рублей 12 13 августа в москве у нас будет проходить этот финал можно будет посмотреть трансляции я думаю что они будут проходить на всех площадках мира танка эти трансляции где там у них каналы есть также во время трансляции будут разыгрывать призы все я напомнил вам сам был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки если играете на рубай регионе не забывайте в конце комментария писать никнейм для участия в розыгрыше золота ну а если хотите золото получать стабильно можете смотреть стримы на vk play life получать за это баллы канала а за баллы канала выбирать себе в награду золото ссылка на vk play life я добавил в описании окажется ее там не было невероятно все всем удачного дня пока